Здравствуйте! Вас приветствует компания Баркадера. Сегодня мы поговорим об анимации. Меня зовут Всеволод Леонов. Анимация объектов – это перемещение их в 2D или в 3D пространстве. Для анимации в дизайн тайме можно использовать компонент, который называется T-Float Animation. Что такое анимация? Это перемещение объекта во времени. Для создания эффекта анимации в FireMonkey нужно задать начальную и конечную точку объекта в пространстве. Анимация основана на обобщенном механизме изменения свойства объекта во времени. Если мы применим обобщенный механизм изменения свойства объекта во времени, а этим свойством будет являться координат объекта, то мы будем наблюдать перемещение объекта в пространстве, в трехмерном пространстве или на плоскости, то есть в 2D. Чтобы до конца разобраться в том, как происходит анимация, нужно понимать, что такое интерполяция. Итак, у нас есть начальное и конечное положение объекта. Во времени объект перемещается, то есть его свойства, допустим, координата x, изменяются во времени, принимая последовательно некоторые значения. Объект может проходить промежуточные значения равномерно. Или с неким ускорением. Или с неким торможением. А также с эффектом заноса. Почему в фаерманке есть различные методы интерполяции? Поначалу может казаться, что достаточно одного механизма интерполяции, линейной интерполяции, когда между начальным и конечным положением объект движется равномерно. Равномерное движение объекта основано на механизме линейной интерполяции. Из курса физики мы знаем, что равномерно и прямолинейно объекты движутся очень редко. Попасть в бейсбольные биты по маленькому бейсбольному мячу достаточно сложно. Не забывайте про бейсбольную перчатку. В этом году я учил своего сына играть в бейсбол. Я был питчером, он был битером. Поначалу у него был достаточно низкий процент попадания по мячу. Тогда я сделал ему небольшой игровой стенд. Мячик повешен на резинке. Обратите внимание, что в этом случае мячик движется не только под действием силы тяжести. Основная превалирующая сила – это сила сжатия резинки. Нас окружают различные силы. Поэтому для достижения реальных физических эффектов нужно иметь несколько различных видов интерполяции. Линейная, кубическая, квадратическая и так далее. Попробуйте сами. Это нужно, чтобы метафора интерфейса была максимально реалистичной. Одна из первых идей при изучении анимации FireMonkey – это сделать модель тела, брошенного под углом горизонта, на плоскости или в пространстве. Чтобы заставить тело двигаться на плоскости, нужно использовать два эффекта анимации – T-Float Animation. Первый будет анимировать, изменять во времени координату X. Второй будет изменять во времени координату Y. В первом случае будет использоваться линейная интерполяция. Во втором случае будет использоваться квадратичная интерполяция. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в компонентах Delphi. Компонент Circle – ему принадлежат два компонента анимации – Float Animation. Для анимации по оси X мы используем линейную интерполяцию. И анимации по оси Y – это используется квадратичная интерполяция. Но список возможных интерполяций более обширный. Давайте сохраним, запустим проект и посмотрим, насколько реалистичным будет полет. Включаем анимацию и видим, да, полет реалистичный. Разобравшись с игровым примером, теперь можно приступить к реализации какой-либо, уже не игровой, а полезной метафоры интерфейса. Например, вот этот простой пример демонстрирует, как можно применить метафору очереди для визуализации, допустим, клипборда, то есть буфера, в которой происходит вырезка частей текста. Мы с вами знаем, что среди нас есть визуалы, аудиалы, кинестетики. И, скорее всего, что пользователям будет очень полезно посмотреть, что же происходит с вырезанными кусками текста. Обратите внимание, что они не только сохраняются, это анимации движения, но и плавно исчезают. Эта анимация уже идет прозрачности. До новых встреч. В следующий раз мы рассмотрим с вами, как совмещать HD и 3D интерфейс.